сегодня у нас первая лекция по тематике места в которой мы находимся космическое это колонизация марса зачем она вообще нужна как вообще до этого марса добраться почему именно марс и можем ли это вообще сделать мой следующий слайд почему именно марс в нашей солнечной системе аж восемь планет мы сразу же откидываем дальние планеты четыре гиганта потому что современная космонавтика просто не может человека доставить обеспечить его там жизнедеятельность остается четыре внутренние планеты меркурий венера землю не считаем луну вместо планеты будем считать и марс меркурий мы сразу же отбрасываем потому что слишком близко к солнцу там вообще это тоже очень проблематично подлететь остается следующая венера меня уже на нормальном состоянии от солнца но там есть определенные условия которые не позволяют человеку находиться на поверхности это температура постоянно около 500 градусов цельсия днем ночью зимой летом это дожди и серной кислоты это атмосферное давление где-то 90 атмосфер в общем полный набор и эту планету даже можно назвать адом солнечной системы так что мы туда пока не полетим следующее на на очень близко вода вообще добраться нет никаких проблем люди там уже были лететь всего лишь три дня там есть собственно с цель и сила протяжения 6 раз меньше земной сесть туда тоже никаких проблем нет но там нет атмосферы очень малое количество воды содержится в самом реглите и слишком большие перепады температур что делает нормальную колонизацию скажем так не совсем легкой и остается у нас еще марс это 4 планета солнца и там есть практически все что нужно для колонизации это атмосфера вода в нужном количестве перепад температуры уже более-менее нормальный где-то от потопил 108 и переноса 40 а так и на полюсах а плюс 20 летом на экваторе и полететь на такой же долго всего лишь это несчастных 7 месяцев вот и протяжение в три раза меньше земного что делает туда посадку довольно таки более-менее легкой следующий слайд зачем вообще нужно колонизировать марс может нам вообще путь остаться на земле на самом деле есть много таких причин о которых можно сказать из них надо выделить самые главные это переселение людей скоро на земле как уже все знаете места будет мало нам всем нужно расселяться по солнечной системе чтобы человечество могло дальше продолжаться в количестве и в этом трудности никаких не испытывал это запасной аэродром если на земле что-либо случится то через что будет существовать дальше на марсе дальше корпус дальний космос то есть сразу же могу быть проще исследовать более дальний космос там уже есть все полезно ископаемый для изготовления необходимых материалов и также есть необходимые вещества для изготовления горючего для полета в дальний космос собственно само же исследование марса намного проще иметь постоянную базу и с нее исследовать всю планету чем устраивать короткие командировки это прогресс человечества потому что все что делается ли космонавтики но потом рано или поздно внедряется обычную жизнь человека и поэтому жизнь человека становится еще проще и легче их также можно использовать марс как хранилище всех данных человечества можно отнести к запасному аэродрому если на земле что-то случится то с данные человечество сохранится на марсе следующий слайд какие у нас на данный момент есть программы колонизации то есть пилотированный полета человека на марс всем известная наса они предлагают уже где-то в 30 35 40-х годах уже полет человека на марс сначала это будет крут короткий командировки туда полетели обратно вернулись и уже когда там будет постоянная база со всеми отработанными процедурами и схемами жизни то она уже придет в режим постоянной базы и люди когда будут летать там оставаться уже жить следующее это space exploration technologies это и же space x всем известный он маск владелец этой компании они тоже собираются построить город на марсе то есть постоянную колонию это их не главная цель ради этой цели не существует в каком году это все произойдет собственно они пока умалчивают они должны скоро об этом рассказать на календарь смотреть буквально через неделю будет в штатах марсианская конвенция там они собираются рассказать свои марсианские планы и проект марслан кто-то слышал вот это не слышал люди отбирают людей которые собираются жить на марсе сейчас мире приходит отбор уже отобраны 100 человек они предполагают уже в двадцать шестом году 2028 уже первый полет и начало строительство базы на марсе следующий слайд сначала для того чтобы соответственно отправить людей на марс нужно их отобрать и подготовить что необходимо людям на марсе знать для выживания это основные такие специальности как инженерной науки это геология биологические науки медицинская подготовка половина или нет это член экипажа вообще должны быть профессиональными врачами чтобы оказывать любую медицинскую помощь и соответственно физподготовка плюс такие люди должны по несколько месяцев возможно больше в году проводить изолированных базах на поверхности земли где-то в изолировали очень в районах с жесткими условиями и тренироваться жить в таких условиях в замкнутом пространстве и в изоляции от людей и также с помощью таких тренировок плюс отрабатывать все технологии и системы которые будут на марсе работать следующий слайд дальше когда люди уже потренировались и нужно прилететь на марс следующий этап это межпланетный перелет он занимает уже 7 месяцев все технологии в принципе для этого этапа у человечества существует двигатели двигательные установки отработаны уже на межпланетных зондах собственно такие же будут использоваться для пилотируемых полетов жилые модули они отработаны уже на международной космической станции на предыдущих всех станциях орбитальных единственное что нужно заняться больше отработка это системой противометеоритной защиты и радиационной защиты чтобы она была более существенно чем для орбитальных станций следующий слайд внутри что необходимо чтобы находиться внутри самих перелетных модулей ну может кто-то видел не видел как устроен убитый космонавта на орбитальной станции в принципе он будет также устроен и на перелетных модулях к марсу это у тебя на всех четырех стенках понакидана все что только можно ноутбуки спальные места места для приема пищи велодорожки велотренажеры это туалеты и собственно место для отдыха и в таких условиях нужно будет провести 7 месяцев своей жизни как развлекаться таких условиях можно собой там фортепиано пианино гитару играть там карты играть собственно кому что нравится следующий слайд какие опасности на данном этапе это космическая радиация это один из таких самых страшных факторов потому что за время перелета земле марс все стандарты получатся влучение которое является 1 3 нормы для всех астронавтов которые летают на орбиту земли а у них норма это там где-то 1000 200 миллизивертов то есть если она получает эту дозу они уже больше космос не летают и в плюс материн опасность но как уже было посчитано говорят и столкновение это где-то раз в 40 лет собственно так что это очень маленькая так дальше пожалуйста что необходимо какие грузы доставить на вас для обеспечения колонии ну сначала это беспилотные миссии которые приземляться в предполагаемый район где будет база проведут полную разведку местности анализы грунта также тестирование необходимых технологий это добыча воды это добыча энергии с помощью тонкопленочных солнечных батарей все грузы которые будут также после это доставлено массами разбит на основной категории это модули системы жизнеобеспечения это системы энергии питания также грузовые модули которых будет обходиться еда ваши жилые помещения и все необходимое оборудование для работы следующий слайд как же будут представлять жизнь на марсе все модули которые будут находиться люди проводить свою жизнь быть они должны будут либо находиться под землей либо засыпаны сверху слоем грунта толщиной от 2 до 5 метров именно вот слой 5 метров обеспечит нормальную защиту от радиации как будто бы они находились на земле почему нужно защиты радиации еще на марсе потому что на марсе на самом деле нет магнитного поля и там более высокие радиации чем на земле также необходимые скафандры для выхода на поверхность но они будут такие тяжелые как используют на орбитальных станциях следующий слайд также что будет находиться в этих модулях скорее всего они будут сами по себе надувные потому что надувные модули проще всего доставить так далеко там уже их надуть и весь интерьер внутри расставлять такие уже модули сейчас испытываются на МКС их делает компания Biggelow Aerospace Corporation также там будет находиться кают компании внутри оранжереи которые будут обеспечивать едой колонистам это будет лимотные мастерские это будет лаборатории собственно все что бы весело проводить время следующий слайд откуда браться энергии сейчас в современной косметики есть два способа добычи энергии за пределами земли это солнечные батареи и ритех или та же самая ядерная батарейка проще всего самый дешевый самый простой способ это солнечные батареи или же подкопленочные они очень легкие и их можно в большом количестве взять с собой чтобы сделать солнечные станции очень большой площадью что касается ритех то он использует плитоне 238 и это скажем так очень дефицитный и очень недешевый материал на данный блок у нас на поверхности земли следующий слайд что касается питания на поверхности марса вероятностью наверное процента 99 процентов все люди которые будут лежать на марсе они будут вегетарианцами потому что они будут питаться только продуктами выращенными у себя в оранжереях и никто не будет там выращивать насекомых или животных для питания потому что это собственно не выгодно нужно на них потратить раз десять больше растительной пищи чтобы с них получить хоть какой-то выход вот поэтому сейчас в дании в датском университете проводятся эксперименты по выращиванию растений в аналогах марсианских лунных грунтов и контроля группа в зеленом грунте вот они уже собрали несколько урожаев довольно таки успешные эксперименты сейчас они проводят тесты можно ли эти урожаи которые выращены в аналогах марсианских и лунных грунтов использовать пищу вот и единственный и как показали тесты все там окей кроме одного фактора там повышенное содержание тяжелых металлов и в недалеком будущем предстоит выяснить вообще годится эта еда в пищу или нужно искать другой способ выращивания продуктов для пропитания на марсе собственно это все если кого-то какие то вопросы пожалуйста задавайте а